Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв, ну и о канале Зиговальщиков. В общем-то, они вместе были в путешествии. Ребят, у нас с вами разбор полётов, комментариев. Начиталась я ваших комментов, ребят, ну просто невозможно, чтобы не смеяться просто в голос. Вообще, ребят, Уралка позорилась по полной. Такое чувство, что она была на подогреве вместе с Иркой. Баб подогрели и повезли. Куда повезли? Как будто зверей доставили в зоопарк, а не людей. Ну, серьёзно. Кошмар, ребят, визжала как ненормальная. Кстати, Уралка обещала жирафов, но я думаю, что она жирафов перепутала со страусами. Ну вот стопудово для неё это одно и то же. Главное, ребят, что она оценила в зоопарке, что все плотненькие, толстенькие, все такие здоровенькие. Вот это была главная оценка Уралки. Уралка всё оценивает по себе, чтобы все были такие, как она. А её этот визг, ребят, просто к концу видоса, вот действительно прям в ушах звенела от её визга. Это какой-то кошмар. Зачитаю несколько комментариев от своих зрителей и подписчиков. Да чего же они тупые. Мне понравилось. Страус глотает не жуя. А она что, жуёт, что ли? У него природой заложено. А у неё чем? Собаке обещала бутерброд. И фиг дала. Сама сожрёт. Удавится от жадности. Природа и звери зачётные. Остальное хрень. К концу ролика от неё можно было с ума сойти. От её голоса уже в ушах звенит. Голос, как электродрель, до мозгов пробирает. И ещё один момент. Зверей кормят с ладони. И с пальцев не дают. Неужели не знают этого? Жалко верблюд не плюнул в этого. А может, всё-таки плюнул? Просто вырезали. Будем надеяться, что умылся таджик. Вот звери-то обрадовались, когда эта шобла испарилась. А от шума все звери очумели. Просто, ребят, золотые слова, прекрасный комментарий. Там действительно просто невозможно было смотреть. Просто невозможно. И я хочу сказать, что дети более спокойно себя вели по сравнению с Уралкой. Никто не визжал. А эта, слушайте, как дикарька. Я говорю, было очень уж похоже, что её хорошенько так подогрели, наверное, в машине. Тогда, когда она сидела, да, и говорила, что ой, шаль одела прям, жарко ей стало. И вот как раз-таки тогда, наверное, ей подогреву-то и дали. И поэтому Сарафан был такой довольный, когда ехал в машине и шорт снимал, что бабка как раз-таки всё готова. Готова к съёмкам. И не надо будет думать, что снимать. Бабка как раз-таки наговорит на целых полчаса. Но она, правда, не говорила. Она визжала. На фоне этих животных этот визг – это что-то с чем-то. Ну, я хорошо услышала. Я понимаю, что при детях это норма матом крыть. Естественно, это не норма. Но я вам скажу, что для Исраила и для Ирки там поди всё норма, что за кадром происходит. Мы с вами прекрасно слышали, прекрасно слышали речь Ирки и речь Исраилки в мою сторону. Вы помните этих несдержанных, которые несли, что попало? И при этом они находились в одном помещении с детьми. И ничего их не смущало. Их ничего не смущало. Это на видео. Прям мамочка такая добрёхонькая, добрёхонькая. Прям вся такая мамочка. А на самом деле я представляю, что там происходит. И слышали мы уже не раз, как Ирка орала на детей. Поэтому тут такого ничего удивительного и нет. Что Сарафан маты гнёт, что Исраил, они одинаковые. Да, как говорится, обои-рябои. Дальше, ребят, из комментариев. Кабаны на фоне Уралки и Ирки смотрелись мини-пигами. Когда у Савки под Шнобелем две сопли замёрзнут, вот тогда точно будут клыки из носа. Ну, про клыки это вообще, ребят, отдельная тема. Я насмеялась от души. Ну вот прикиньте, какая тупость у бабы, у взрослой бабы. Бабе 53 года, не знает, как звери называются, да? Ничего в этой жизни не знает. Вот только бы визжала, охала и ахала. Ну и, да, мимикой показывала. Мимикой. Ребят, я всю эту мимику вспоминаю. Я как вспомню, как она про рекламу рассказывала, услышав про 25 тысяч, что согласны ей заплатить за рыбку копчёную. Сейчас она чётко знает, что надо работать мимикой. Ой, ребят, я просто не могу. Дальше. Где-то на 17-й минуте плюс-минус одна секунда рядом этот Исраил, или как его, вёл диалог с козлом. Ты рогатый, не наглей, а то рога вырву. Прислушайтесь. Нашёл собеседника и, как всегда, угрожать. Ну а что ему остаётся? Там у него ещё неплохие собеседники ишаки были, ослы. Уж очень понравились, да? И Сарафану, и Исраилу они. Ну, как раз-таки это же родственные души. Родственные души. Дальше, ребят. Вишенки, вы представляете этих фриков в Москве или в Питере? Я представила их на Бородинской панораме, как идёт Уралка и орёт. Наполеон! Наполеон! Ребят, всё, я легла. А ведь на самом деле, если она в зоопарке ведёт себя, как дикарька, я боюсь даже представить, как она будет в других местах себя вести. Она же нигде не была. Да, пещерная древняя бабища, которая только трубочки пекла и толкала в рот. Трубочки пекла и толкала в рот. Нам рассказывают, что в первый раз, а этих трубочек она уже закинула в себе в брюхо неизвестно сколько. Дальше. Бедные олени и остальные обитатели фермы до сих пор не могут прийти в себя от заезжих двухногих диких животных, особенно от огромной орущей дуриной. Ну, дальше не буду продолжать, потому что уж очень оскорбительно. Вот серьёзно, ребят, мне жалко было в первую очередь животных. Мне было их жалко, потому что они, по ходу, такого крика, визга никогда не слышали. И таких сумасшедших не видели, которые орут. Ой, цапнул меня! Ой! Ребят, она когда начала визжать, что её цапнул, ещё её сафар заснял, снял? Немножко, совсем немножко. Всё, ребят, меня же накрыло от смеха. Дальше. Действительно, дикари на выезде. Уралка не знает названия животных, у кабана, оказывается, рога, а мы и не догадывались, что такое может быть. Ну, ужас просто. А когда пельмени сварили, хвалятся, что полумер у них нет. А чем хвалиться-то, что жрут ведрами и тазами, а нормальные люди по пять пельменей, просто с каждым разом всё ужаснее. Пять пельменей, это он всё время мне вспоминает, что как же можно съесть пять пельменей и наесться. Конечно, можно. Конечно, и три можно съесть и наесться. Ну, а когда дна в кишке нет, тогда хоть ведрами туда засыпай, прямиком в уралкин рот, а он у неё широко открывается. Как смотришь любой их мукбанг, вы обратите внимание, как у неё рот открывается. Она настолько его открывает, что туда можно, знаете, вот так вот опрокинуть ведро и туда посыпется прямиком сразу в желудок. Поэтому им не понять, что такое пять пельменей, когда привыкли есть выворками. Ну и дальше Варвара Краса написала, не согласна, зверей пустили к животным. Да, вот так вот точно будет как раз-таки в точку. Дальше. Бедная Африка, всё на неё валят. А при чём тут Африка? Там таких уралок не найдёшь. Присказка неудачная. Уралка начала копировать Нинку. Запела своим противным голоском. Всё копирует с других каналов. Ну а там что, Нинка тащит у Уралки? Что, Уралка у Нинки? Они ж к нормальным адекватным блогерам не ходят. Чтобы что-то мудрое взять для себя. Вот как раз-таки по фрикам носятся к друг другу. Чтоб чё поганенькое зацепить. Не, ну а рога из пасти кабана – это шедевр. Это действительно, ребят, шедевр. А насчёт бивней. Прям не кабан, а монстр какой-то. Ой, ребят. Короче, Уралка опозорилась в очередной раз. Я, если честно, ещё не ходила к ней на канал и не читала, что там пишут обожатели. Наверное, валяются уже от радости, что Уралочка шикардосно отдохнула. Посмотрели поездку Уралки в зоопарк. Вывод. Уралка орала, как умалишённая. У каждой клетки всё переживала за сафарчика, чтоб пальчик не засунул куда не нужно. А обдугани – сам по себе. Друзья всегда нищие, даже не могут оплатить за себя билеты. Ну и, конечно, потом пожрать к Уралке. А про рога клыки – это вообще отдельная песня. Короче, зверушки посмотрели на сумасшедшую миллионершу. Золотые слова. Мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.